Казпочта участвует в трех направлениях. Это развитие почтово-логистической инфраструктуры, развитие платежных инструментов и повышение компьютерной грамотности как у бизнесменов, так и у населения. Что касается почтово-логистической инфраструктуры, мы в течение года сократили сроки доставки посылок с 15 дней до 6 дней. Это позволило нам автоматизировать нашу инфраструктуру. И в следующем году мы планируем еще сократить по Казахстану до трех дней. Что касается курьерской почты, у нас день-день появилась такая услуга, когда утром клиент сдает свой товар и вечером уже в другом городе клиенты получают свой товар. В 35 городов сейчас мы уже начали с лета возить и в следующем году еще дополнительно 15 направлений откроем. Что касается доставки из-за рубежа, то мы сократили в течение года сроки 60 дней до 18 дней. И эта работа будет продолжена. Мы в следующем году планируем достигнуть показателей 7-10 дней. Что касается наших почтовых отделений, у нас 3400 отделений по Казахстану, но у нас страна большая и, если честно, этих отделений не хватает. Поэтому мы, очень детально изучив опыт Великобритании и Германии, таких компаний, как Royal Mail и Deutsche Post, решили развивать именно франчайзинговую модель. Мы уже с предпринимателем со всеми отработали. Есть большая заинтересованность владельцев торговых сетей, владельцев канцелярских магазинов и фармацевтических сетей. И планируем, что в течение двух ближайших лет наша сеть значительно расширится, и нашим клиентам будет удобно в километровой зоне находиться наше отделение. Они могут спокойно получать все услуги кашпочты, в том числе и получать посылки. Что касается бизнесменов, им самое главное не только открыт онлайн-магазин, для них важно иметь склад и возможность упаковки товара. Так называемые фулфилмент-центры мы в этом направлении работаем. И с этого года мы стали полноправным 3PL-оператором, когда мы для клиента предлагаем не только логистическую нашу инфраструктуру, но и склады, и упаковку товара. Такой фулфилмент-центр мы буквально месяц назад запустили в Алмате, и весной следующего года планируем такой же фулфилмент-центр запустить в Астане. Что касается повышения грамотности у населения и продвижения предпринимателей, именно призывать их к онлайн-предпринимателю, мы в Астане открыли e-commerce-центр, где мы сопровождаем начинающего бизнесмена, от начала открытия его магазина до доведения его товара до клиентов. Такой центр мы в Астане открыли, и в начале следующего года планируем открыть в Алмате, и при потребности рынка готовы в других частях Казахстана такого рода центры открывать. Казпочта является полноценным финансовым институтом. У нас есть все необходимые финансовые инструменты для того, чтобы продвигать все виды платежей. Мы разработали API-модуль PayPost, где клиенты, так как и интернет-магазины, так и клиенты, которые покупают, могут получить через нашу инфраструктуру все необходимые виды продуктов в онлайн-виде. Когда бизнесмен подключается к нашему модулю PayPost, он одновременно получает все платежные инструменты, получает логистику и складирование. Это очень удобно. В принципе, к этому двигаются все почтовые операторы мира. Также в следующем году мы собираемся запустить модуль, который позволит клиентам, бизнесменам, подключившись к нашей инфраструктуре, получить все виды платежей. То есть Apple Pay, который есть, сейчас запускает все мессенджеры и платежные инструменты. В принципе, подключившись к нашей инфраструктуре, как и бизнесмены, так и клиенты имеют право доступа ко всем этим инструментам. Что касается объемов рынка, мы предполагаем, по нашим данным, в принципе, мы со всеми игроками рынка сверяемся, к 2020 году предполагается трехкратное увеличение рынка электронной коммерции в количественных объемах. Мы сейчас считаем это в денежных объемах. Я думаю, в ближайшее время мы про денежные объемы тоже доложимся. И напоследок хотелось бы доложиться о том, что Казахстан является самым коротким плечом от Китая до Европы и до России. И мы активно сейчас планируем участвовать в транзитных потоках, которые идут со стороны Китая в сторону Европы и России. Есть договоренность с российской почтой, с литовской почтой, с польской почтой и с турецкой почтой. Для чего это делается? Мы сейчас на Харгосе и СС Восточный Ворот открыли точки, где китайские логистические компании нам сдают товары, а мы дальше их доводим до конечных пользователей в Европе и в России. Но в то же время, по оценкам китайских экспертов, что из Китая уходить будет в 2020 году 200 миллионов посылок, но обратно из Европы будет возвращаться 800 миллионов посылок. То есть практически в 3-4 раза больше. Поэтому мы сейчас открыли точки присутствия в Ганновере и в Лондоне и планируем активно участвовать в обратном потоке из Европы в Китай. То есть партнеры европейские очень заинтересованы в услугах Хаспочты.